Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы разберемся, как перевести рубли в доллары, доллары в рубли в личном кабинете Киви. Достаточно все это просто делается, но нужно провести небольшую подготовительную операцию. Заходим в Киви кошелек, авторизуемся. Если у вас один счет, вот как у меня в данном случае, в рублях, нам нужно будет открыть дополнительный счет для того, чтобы производить вот эту операцию конвертации. Нажимаем на стрелочку в правом верхнем углу экрана и здесь кнопочка есть «Открыть новый счет». Нажимаем ее и вот здесь вот есть плюсик «Открыть счет». Нажимаем на этот плюсик и выбираем валюту счета. В данном случае нам нужны доллары. Нажимаем кнопку «Открыть счет» и, соответственно, счет в долларах создан. Переводите деньги на новый счет в разделе «Конвертация валют». Жмем, соответственно, «Продолжить». Ну и все. И здесь, соответственно, есть у нас «Конвертация валют». Можно нажать «Конвертировать» между своими счетами. В данном случае у нас на счету рублевом есть небольшая сумма, да, а на счету долларовом нету ничего. Соответственно, мы можем конвертировать необходимую сумму. Для того, чтобы ее конвертировать, необходимо узнать текущий курс. Ну вот здесь, соответственно, есть у нас, опять же, в верхнем правом углу экрана открываем менюшку и смотрим «Курсы валют». И здесь у нас курс текущий какой? То есть, покупка долларов у нас 69.81, а продажа 71.56. Соответственно, на нашу сумму мы можем купить, ну, грубо, один доллар. Ну и, соответственно, значит, вводим здесь один доллар, да. Соответственно, система нам говорит о том, что переведется сумма 71.56 рубля. С учетом текущего курса без комиссии. То есть, нажимаем кнопочку «Перевести», далее подтверждаем операцию, да, и после этого на наш счет долларовый зачислится указанная сумма 1 доллар. Ну, если вам нужна сумма больше, соответственно, вводите больше. Но учтите, что если у вас статус кошелька ниже профессионального, да, то нужно будет учитывать тарифы. То есть, давайте посмотрим эти самые тарифы, это будет в данном случае актуальная информация. Ну, в данном случае кошелек у меня основной. Соответственно, платежи и переводы доступны до 200 тысяч рублей в месяц, а допустимый остаток на балансе до 60 тысяч рублей в рублях. Тот же самый остаток в пересчете на доллары, поэтому вот это нужно иметь в виду. Если вы пытаетесь конвертировать сумму, либо хранить сумму больше 60 тысяч рублей в доллара в эквиваленте, да, по текущему курсу, соответственно, система вам этого не позволит. Поэтому вот этот момент тоже учтите для того, чтобы, что называется, не попасть в трудную ситуацию. В остальном здесь ничего сложного нет. Точно так же конвертация осуществляется и в обратную сторону, то есть из долларов в рубли, если будет нужно. Если у вас дополнительные вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!